После скандального расставания с Ритой Дакотой Влад Соколовский принял важное решение. Он перестал афишировать личную жизнь. И даже после того, как ряд СМИ сообщили о его новом романе с моделью Натальей Сульяновой, артист продолжал хранить молчание. Влюбленные периодически публиковали фотографии с одинаковой геологацией, но на этом их романтичность в социальных сетях ограничивалась. Теперь же стало известно, что Наталья и Влад расстались. Об этом сообщила бывшая пассия артиста, отметив, что она все еще считает Соколовского близким по духу человеком и не держит на него обиды. Наши отношения перешли на дружеский уровень. Я очень ценю и уважаю этого человека, и он, безусловно, будет в моей жизни. Это обоюдное и осознанное решение. Ошибаются все, но не все готовы решать проблему, меняя себя и свой жизненный сценарий. Он в этом направлении движется, и у него получается. Желаю ему всего самого хорошего, сообщила Наталья. Поклонники заподозрили неладное после того, что Сульянова покинула Бали, а Соколовский остался на экзотических островах. Кто-то даже предположил, что влюбленные поссорились из-за общения Влада с бывшей женой, ведь Рита Дакота сейчас также находится в жаркой стране. Тем более вчера музыкант опубликовал ряд видео, в которых рассказывал о непростом психологическом состоянии после развода. Наверное, мы можем влиять только на настоящее или на будущее. Мне безусловно жаль, что все вышло так. И мне печально, что я оказался таким тугим. Пока меня не утащило на самое дно, я не понимал масштаба бедствия и того, как неправильно я жил, поделился Соколовский переживаниями. Ранее Наталью неоднократно называли разлучницей, считая, что именно она убила Соколовского из семьи. Однако сам артист решил опровергнуть эти домыслы в социальных сетях во время общения с фанатами. Она никуда меня не уводила. Отношения начались в конце сентября, подчеркнул Влад. Сейчас Соколовский старается проводить много времени с дочерью Мьей, а также работает над новыми треками. Поклонники предполагают, что расставание артиста с избранницей может пойти на пользу его отношениям с бывшей женой. Хотя о полном примирении речь вряд ли может идти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова